До обретения независимости в Казахстане был однопалатный высший орган, Верховный Совет. 13 декабря 1993 года он был распущен, а на республиканском референдуме 30 августа 1995 года была принята новая конституция страны. На ее основе начали работу две палаты, осуществляющие высшие законодательные полномочия. Как проходили предыдущие выборы в Мажелис, как выбирались депутаты, входящие в состав палаты. Первые выборы в Мажелис парламента состоялись 9 декабря 1995 года. 67 депутатов избирались на основе мажоритарной системы, полномочия которых начались 30 января 1996 года. Выборы депутатов второго созыва прошли осенью 1999 года. Политическая кампания впервые прошла в Центральной Азии по смешанной схеме. Это дало политическим партиям возможность быть избранными в парламент по партийным спискам на основе равного представительства. Были самые демократичные выборы. Мы подсчитали, что из 356 депутатов 52 имели ученое звание. Много кандидатов наук, докторов, около десятка академиков, интеллигентов, писателей. Был очень сложный и ответственный период. Я не ошибусь, если честно сказать, всем гражданам того времени, что все депутаты были патриотами. Избирательный процесс в то время был одномандатным, без партий. Выборы третьего созыва состоялись в сентябре 2004 года. В них приняли участие 12 политических партий. В результате выборов в Мажлис было избрано 77 депутатов. Из них 67 по одномандатным территориальным избирательным округам, 10 по партийным спискам. На выборах 2007 года Мажлис состоял из 107 депутатов. 98 были избраны по партийным спискам, а остальные 9 – от Ассамблеи народа Казахстана. Государственный деятель Альхан Байменов в те годы баллотировался как по мажоритарной системе, так и по партийным спискам. Без сомнения, я был избран мажоритарной системой в 1994 году, а в 2007 году стал депутатом по партийному списку. Разница была как между землей и небом. Те, кто избирается по мажоритарной системе, имеют более глубокое чувство связи со своими избирателями в своем регионе. Есть такая возможность. Но главное условие – независимо от того, по какой системе он избирается. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, необходимо быть избранным путем справедливых выборов. Только тогда может довести потребности населения до высшего уровня и обеспечить доступность работы представительного органа населению. Выборы пятого созыва состоялись в январе 2012 года. В них приняли участие семь политических организаций. Три из шести партий, участвовавших в политической кампании 2016 года, получили более 7% голосов избирателей. В то время мы, конечно, уделяли внимание вопросам, которые могли бы понравиться избирателям. Но там было сдерживание. То есть партийная фракция существует внутри парламента. Решение фракции является той же задачей для всех членов этой фракции. Голосовать против, отходить от него – значит бросать вызов позиции партии. Последние до нынешних выборов состоялись 10 января 2021 года, в которых приняли участие пять партий. Седьмой созыв был расформирован 19 января этого года. Политическая кампания в этом году проходила в восьмой раз. Советскиеfoилы. Редактор субтитров А.Семкинaza Корректор это whyn� genн Aha! Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...